Добро пожаловать на отличную английскую кухню, где мое стремление открыть богатые и разнообразные кулинарные традиции Британии имеют англо-индийскую тему. Из оживленных магазинов Саут Холла я попаду к ароматным розам Линкольн Шира, а также попробую огненные перцы в Дорсете. Сегодня в моем меню запеченные в духовке овощная пакара с огуречной райтой, затем курица в панировке тика с соусом масала, и на десерт свежие и сочные манго с шербетом из лайма и розовой воды. Отличная английская кухня. Век, когда индийская кухня ассоциировалась с карри по пятницам, закончен. Сегодня можно найти все от свежего кориандра до горам масалы прямо за углом. Некоторые предприимчивые повара будут рады услышать, что некоторые улицы более пряные, чем другие. Саут Холл на западе Лондона стал одним из мест продажи специализированных английских продуктов. Его улицы пестрят яркими видами и окутаны соблазнительным ароматом индийского субконтинента. Я встретился с шеф-поваром и экспертом по индийской еде Гитой Самтани, чтобы узнать об экзотических и удивительных деликатесах, которые все чаще появляются в британском меню. Для начала вы такое видели? Нет. Это кассия. Вы очищаете ее, разрезаете на части, готовите в чем хотите. Поражает само разнообразие продуктов. Есть довольно знакомые овощи и совсем незнакомые. Есть 101 способ приготовить горькую китайскую тыкву. Нужно очистить ее, посолить и оставить. Тогда уйдет вся горечь. Потом ее можно по-разному приготовить. Она очень вкусная и потрясающая. Можно сделать ее в маринаде. Маринованная тыква очень популярна. 20 лет назад такие овощи, как горькая китайская тыква, невероятно длинная зеленая фасоль или пальмовые листья было невозможно найти в этой стране, но не теперь. Это шамбала. Чем меньше листья, тем лучше они на вкус. Расскажите мне о шамбале, потому что многие люди едят ее и ничего о ней не знают. В ней много железа, она очень полезна для здоровья, в ней много цинка. Это ведь листья пажитника? Чатни и маринады составляют важную часть индийской пищи, а агиты известны в этой стране их богатым разнообразием. Вот в этой банке видны специи и большие куски манго. Посмотрите на структуру и цвет. Чем отличаются маринованные манго от чатни манго? Маринованные всегда кислые, в них есть масло, специи для маринада. В чатни тоже есть специи, но он сладкий. Здесь нет сахара. Понятно, но есть масло. Можно? Да, это на гарнир. Да, можно подать с чем угодно, все зависит от вашего выбора. Вкус более кислый и более насыщенный. Да, более острый. Если вы любите кислые, это самое вкусное, что можно попробовать. Фантастика. Не волнуйтесь, эта банка с маринованным манго отправится в мою корзину. Так же, как и другие необходимые для моих сегодняшних блюд овощи и специи. Вот этот необычный овощ на самом деле тыква. Это один из большого разнообразия видов тыкв. Я сделаю из нее и из других овощей то, что я называю не совсем настоящей пакорой. Не совсем настоящей, потому что все эти жареные во фритюре закуски довольно традиционные в начале индийской трапезы. Могут быть немного жирными, а это нелегко сделать дома. Так что это моя первая версия пакоры, приготовленной в духовке. Ее очень легко приготовить. Отрежьте два или три кусочка тыквы, удалите семена и рыхлую мякоть, срежьте кожуру и разрежьте на более мелкие кусочки. Порежьте также красные перцы. Эти два овоща будут довольно сладкими, когда мы их приготовим, поэтому добавим что-нибудь еще. Замечательный лук. Теперь я хочу, чтобы они стали похожи на жареную легкую закуску, поэтому я придам им хрустящую корочку. Для этого смешаем кукурузную муку с обычной в мелкой посуде. Приправьте все это солью, измельченным черным перцем, и обваляйте в этой смеси овощи. Положите обваленные в смеси овощи на противень с горячим маслом и отправьте их в духовку. Похоже на жареный картофель. В идеале им понадобится 10-15 минут, затем перевернем их, чтобы внешняя сторона в рассыпчатой смеси соприкоснулась с горячим противнем. Тогда внутренности станут нежными, а сверху получится хрустящая корочка. Пальчики оближешь. К пакаре я сделаю райту. К сливочному йогурту добавим огурец, но сначала удалим все семена, чтобы было поменьше жидкости. Оставшиеся натрем на терке и хорошенько выжмем, чтобы избавиться от жидкости. Смешаем с большим количеством мелко нарезанной мяты и добавим чайную ложку оливкового масла класса экстра. Теперь овощи можно доставать из духовки. У всех овощей хрустящая корочка, и как только они достаточно остынут, чтобы можно было есть руками, можно будет приступать. После прогулки по магазинам Гита привела меня в свою общину в Мендер, Синхийский храм на севере Лондона. Еда – это не только неотъемлемая часть работы Гиты, но и ее религия. Здесь в храме принято предлагать еду любому посетителю, особенно тем, кто пришел почитать богов. Это главный храм, а это грант, священная книга, сикхизма, здесь разные воплощения бога в разном образе. Служба скоро начнется. Выразив свое почтение, мы переходим вниз в столовую, где готовятся угощения. Еда, которую здесь подают, называется лангар. Это подношение богам, ее дают всем. Это Дейва. Здравствуйте. Она здесь всем заправляет. Кухня занимает важное место. Сегодня нужно накормить более 200 верующих. Мне показывают, как готовить овощную самосу. Проблема в том, что они хотят, чтобы я присоединился к ним, но это не так просто, как кажется. Берите эту, поднимайте, убедитесь, что уголки закрыты, и фаршируйте. Последнее. Теперь склейте немного водой. Давайте, склеивайте пальцем, пальцем, пальцем. Да, в основном готовим руками. Понятно. Неплохо, совсем неплохо, очень хорошо. Помимо самосы, будут пури, чапати и, конечно, индийские лепешки. У нас говорят, что если девушка может приготовить индийскую лепешку без изъяна, значит, можно выходить замуж. Вся еда вегетарианская, одно из основных блюд почти готово. Обожаю гоби матар. Матар? Это зеленый горошек, картофель и цветная капуста. Они начали готовить пхинди-пхаджи, блюда из окры. Это дамские пальчики? Да, и картофель, и помидоры. Помидоры, да, они порезаны, измельчены. Кориандр для здоровья и красоты. На медленном огне. Вот так. И я накрою крышкой. Пять минут я помешаю, и готово. Готово? Да. Служба подходит к концу, и скоро все спустятся сюда, чтобы вкусить нашу восхитительную еду. Не знаю даже, помощник я больше на кухне или помеха, но мне не терпится попробовать плоды нашего труда. Это отличная идея, потому что это объединяет людей после религиозной церемонии. К счастью, мне не придется готовить для такого количества людей на своей кухне. Следующая часть этого блюда – настоящая британская классика. Я называю ее настоящей англо-индийской едой. Это курица тикамасала. В Индии нет такого блюда, как курица тикамасала. Есть курица тика, а само существование соуса масала связано с очень интересной историей, которую я расскажу чуть позже. Сначала приготовим курицу тика. Крупно нарежьте зубчик чеснока и маленький кусочек имбиря, и положите их в ступку. Чайная ложка семян тмина, щепотка горошка черного перца и немного соли. Теперь мое секретное оружие. Это паприка из Испании, она закопченная. В Индии такое блюдо стали бы готовить в раскаленной глиняной печи, которая называется тандур. Но когда готовишь дома, на английской кухне, это придает небольшой копченый привкус, который обычно дает тандур. вот так. Измельчим все это. Столовая ложка растительного масла, сок лайма и пара столовых ложек жирного сливочного йогурта. Хорошо перемешаем. Обмажем маринадом нашу птичку. Удивительное в приготовлении настоящей англо-индийской пищи в том, что можно быть как англичанином, так и индийцем. Обмажьте курицу маринадом со всех сторон. Теперь эти два ингредиента должны как можно дольше пропитаться друг другом. Было бы здорово оставить их на всю ночь, но пара часов тоже подойдет. Поставлю это в холодильник. И оставим ее. Оставайтесь со мной. После перерыва мы будем пробовать чили в Дорсете. И розовые лепестки в Линкольн Шири. Отличная английская кухня. Мы готовим англо-индийский ужин. Я показал вам, как готовить пакуру, курицу, тико в духовке. И теперь я сделаю соус масала для этого блюда. Начнем с острого перца чили. В этой стране можно часто увидеть высушенный перец. Он близкий родственник каенского перца. Изначально, как и все перцы, он появился в Мексике. Но вот этот перец выращен на солнечном побережье Дорсета. Я встречаюсь с Джоей Мишо, который вместе со своим мужем Майклом последние 10 лет выращивает острый перец. Они назвали свой бизнес «Перцы по почте», потому что именно этим они и занимаются. Они продают перцы, высылая их по почте. Хотите верьте, хотите нет, но перцы очень легко выращивать в этой стране, особенно в этих теплицах. Должен признать, мне нравится острая еда. Мне нравится искусство ее приготовления. Мне нравится легкий пот, остужающий тебя. Мне тоже, почти как наркотик. Одна из разновидностей перца Дорсет Нага. Он на 50% острее настоящего рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Понюхайте, но не трогайте края. Держите за плодоножку. Это ведь не смертельно? Не стоит его трогать, смотрите, чтобы не попало на кожу. Но понюхать можете. Потрясающе, да? Довольно острый, да. А так и должно быть. Еще какой-то лимонный запах. Да, лимонно-фруктовый. Хабонеро отлично подходит для блюд с тропическими фруктами. Для бананового соуса, для пасты. Потому что перец придает остроты. Да, белый соус с фруктами, бананами и хабонеро. Отличный соус для пасты. Правда, да. Надо попробовать. Этот аромат отлично сочетается с пастой. Я делал пасту с инжиром и чили, получилось потрясающе. Это тоже самое. Впечатляет. Потрясающе. Правда, несомненно. Перцы упаковываются и отправляются в тот же день, когда были сорваны. Поэтому покупатели получают их спустя всего день после того, как они здесь росли. В магазинах такое нельзя гарантировать. Это необычное место для острова перца. Сколько вы выращиваете? Сколько сортов? Продаем 8 или 9. Один из этих сортов довольно необычен. И Майкл, муж Джой, с радостью показывает мне его. Он называется апельсиновый. Он похож на ваш типичный сорт шотландская шляпка из афрокарибского магазина. Правда? Этот выглядит очень устрашающе. Разломайте его. Понюхайте его. Ну как? Да. А теперь попробуйте его. Пахнет, как шотландская шляпка. Да ладно. Очень вкусно. Неплохо, да? Не очень острый. Я немного сбит с толку, потому что этот аромат, про который вы сказали, а на вкус он сладкий, как ананас. Цветочно-фруктовый. Абрикосовый, как некоторые говорят. Такой вкус и нет сильной остроты. Приятная остринка. Да. Наверное, придется добавить шотландскую шляпку, чтобы прибавить остроты. Кто бы мог подумать, что английская ривьера может быть такой экзотичной? Приступим к этому острому перцу. У чили, помимо остроты, есть важный аромат. Если вам не нужна такая острота, то лучший способ от нее избавиться – это удалить семена и мякоть. Вот так. Возьмите зубчик чеснока и порежьте с чили. Поджарьте в не сильно разогретой сковороде вок на растительном масле. Это и есть не сильный огонь. Я ничего не хочу слышать, кроме слабого шипения. Мелко нарезанный лук. Продолжайте медленно нагревать. В индийской кулинарии есть интересный аспект, который мне открыли Гита и Анита. Вместо того, чтобы готовить лук, пока он не станет мягким, индийцы говорят, что нужно готовить лук, пока он не будет правильно пахнуть. И сейчас я жду именно этого изменения запаха. Отличная подсказка, по-моему. Пока я жду этот важный аромат, я могу поработать над моей смесью специй для гарам-массалы. На сухую разогретую сковородку кладем несколько гвоздик, горсть семян фенхеля, палочку корицы, семена трех стручков кардамона и четверть мелко натертого мускатного ореха. Отличный запах. Обжариваем совсем немного, буквально около минуты. Своего рода ароматерапия на кухне. Теперь измельчим все это. Отставим эту смесь, потому что она нам понадобится, как и должно быть с гарам-массалой, ближе к концу приготовления. Мой лук открыл свою сладость. Теперь я могу добавить свой следующий ингредиент. Пришло время рассказать городскую легенду о курице тика-массала. Согласно этой легенде, человек зашел в индийский ресторан в Бирмингеме и заказал курицу тика. Он не знал, что тика – это в принципе то же самое, что и жаркое. Это жареная курица в остром маринаде. Поэтому, когда этот человек получил свое блюдо, он начал жаловаться, что она слишком сухая. Хозяин ресторана, чтобы не огорчать посетителя, пошел на кухню и велел шеф-повару импровизировать. Он наткнулся на томатный суп, вылил его в сковороду вместе со специями и сливками. В результате получилось то, что он назвал курица тика-массала. Это блюдо прижилось, потому что, да благословит Господь британцев, они любят все с соусом. Я не буду следовать этому рецепту, не стану добавлять томатный суп и сливки, ничего не имею против них, но мне они не нравятся в этом блюде. Это писата. Я добавлю пару сотен миллилитров. Писата – это итальянское название измельченных помидоров. Добавим смесь гарам-массала, 50 граммов несоленого масла и 3-4 столовые ложки жирного сливочного йогурта. Можно также добавить и щепотку сахара, если хотите немного приглушить остроту. Оставим это, пусть готовится четверть часа. В качестве третьего блюда я приготовлю шербет из нектара, фруктов, элдер, лайма и розовой воды. Роза была символом Британии с незапамятных времен. Я приехал в Которп-Холл, в Линкольн-Шир, чтобы встретиться с Озриком Армстронгом. Он зарабатывает, выращивая розы, но он не продает их, как срезанные цветы. Он дистиллирует из них розовую воду. Эту розовую воду я добавлю в свой шербет, который совсем не похож на шипучий белый порошок. Исторически это название сладкого напитка. А что мне нужно? Срывайте более или менее распустившиеся розы. Берите цветок и отчипывайте его. Вот так. Понятно, более или менее распустившиеся. Да. Самые лучшие только начинают раскрываться, потому что в них больше всего аромата. Сколько сортов вы выращиваете? Три основных. Это Лоуис Адзье, также Розерей Делэй, более высокие кустовые розы, темно-розовые, и Комп Де Шабо, отличный сорт. Озрик не использует никакие пестициды, оставляя все природе. И это должно получиться, потому что тли нигде не видно. Пора перейти к процессу переработки, который производится кустарным способом. Сначала лепестки взвешиваются, а потом высыпаются в дистиллятор, куда добавляются три части воды. Затем все нагревается, и дистиллируется розовая вода. В результате получается и очень дорогой побочный продукт, эфирное розовое масло. Внизу розовая вода, вижу, а наверху розовое масло. Ежегодно из двух тонн урожая роз Озрик производит всего 250 миллилитров этого масла. Если бы вы захотели купить литр такого масла, вам пришлось бы потратить 5000 фунтов стерлингов. А в доме жена Озрика делает свой особенный продукт джем из лепестков роз. Хотите попробовать? С удовольствием, никогда раньше не пробовал. Держите, открывайте. На запах более фруктовый, более клейкий, чем я думал. Восхитительно. Но я приехал за розовой водой Озрика. Могу я взять ее с собой в Лондон? Конечно. Не терпится использовать у себя на кухне. Эта восхитительная розовая вода пойдет на шербет. Но для этого нужны и другие ингредиенты. Еще три ингредиента. Этот чудесный ликер из фруктов Элдер, который я сделал в начале лета, у него отличный запах, который будет хорошо сочетаться с розовым вкусом. Хорошая горсть лайма. Думаю, четырех-пяти хватит. Я уравновешиваю кислый и сладкий вкус при помощи ликера и лайма. Выжимаем лайм в ликер. Пару колпачков розовой воды. Плюс листья свежей мяты. Добавим столько же воды. И подадим этот восхитительный напиток с большим количеством льда. Очень сексуальный, довольно целомудренный напиток. Посмотрим на приготовленные блюда. Для начала огуречная райта идеально дополняет хрустящую овощную пакару, приготовленную в духовке. Затем курица тика в маринаде и специй. Я подам ее с аппетитным соусом масала и рисом басмати. Нет ничего лучше простого десерта из свежего манго. И в довершение обеда восхитительный шербет из лайма и розовой воды. Мое англо-индийское угощение со мной разделит эксперт по индийской кулинарии Гитта со своей дочерью Анитой и выращивающей розой Озрик со своей женой Шантел. Отлично, очень хорошо. Отлично. Райт очень вкусный, наверное, потому что мы ни разу не думали обваливать в кукурузной муке. Вкусно. Курица выглядит очень красиво. Мне очень понравилось. Настоящий нектар. Отлично. Очень вкусно. Такой сладкий. Очень сладкий. Замечательно. Как будто я ребенок с леденцом на палочке. Все очень вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова